Приветствую вас на своем канале. С определенного момента некоторые люди начинают подумывать о смысле жизни. А уж люди с тревожно-фобическими расстройствами почти все об этом задумываются. И я скажу сразу, забегая вперед, наличие таких мыслей и постоянное обдумывание их является тревожным сигналом проблем с психикой. Дело в том, что нормальный взрослый человек за смысл жизни не переживает. Для него все ясно. Работа, дом, успех, неуспех — это и есть жизнь. Но для человека с повышенной тревогой должен быть какой-то смысл из всего, что я делаю. Чаще всего существуют убеждения для большинства людей, что я рожден не просто так. Я рожден не жить обычную жизнь, а должен сделать что-то достойное меня. Может быть, даже стать великим. И до тех пор, пока это не произойдет, я не буду спокоен. До определенного момента мы даже не думали о смысле жизни. У нас была занятость, начиная со школы. Мы всегда заняты. Учеба — это ненавистная, правда же? Поступление, учеба в институтах, армия, первая работа, женитьба, замужество, дети, карьера, покупка дома, машины, переживание по поводу статуса в обществе. Я должен стать кем-то, личностью и так далее. То есть мы находились в процессе постоянных достижений. И эти достижения, казалось бы, вроде бы и были смыслом нашей жизни, потому что мы себя не видели без того, за чем охотились. То есть каждый человек считал, что у него должно быть что-либо. Но получается такая история, когда мы либо этого достигаем, либо не достигаем, возникает проблема. Тот, кто достиг, не видит ничего дальше. Какой смысл? А тот, кто не достиг, просто сжигает себя переживаниями по поводу того, что я должен стать кем-то, а я им так и не стал. И эти переживания истощают ресурс человека, и он начинает замыкаться в себе в поисках этого пресловутого смысла жизни. То есть я не могу достичь чего-то, какой смысл тогда со всего? И здесь ситуация осложняется для людей с тревожнофобическими расстройствами. Возникает тревога. Неважно, возможно, из-за недостижения этих и целей, или из-за какой-то стрессовой ситуации. Возникает тревога. И эта тревога, конечно же, сопровождается различными страхами, симптомами, то есть болезнью, да, это уже расстройство психики. И человек начинает лечиться. Лечиться, врачи, специалисты различного плана. То есть человек уходит в водоворот так называемого избавления от невроза. На это, как правило, уходят минимум месяцы, возможно, и годы, или даже десятилетия. На протяжении этого времени данный тревожный человек находится в постоянной борьбе. В постоянной борьбе над страхами и симптомами. И это обретает смысл. То есть, предположим, человек шел к достижению своей цели, и на этом пути сломался, не выдержал, слетели все компенсаторные механизмы, и он впал в тревожно-фобическое расстройство. В данном расстройстве он обретает смысл борьбы с этим расстройством. И когда борьба эта затягивается достаточно на год, на два, на три, это становится очень серьезной привычкой. Он с утра до ночи думает только об одном. Как убрать эту проблему? Как от этого избавиться? И переживание по этому поводу, отслеживание симптомов и мыслей становится целью его жизни, смыслом жизни. Вот он, смысл тревожного человека. И в определенный момент, вроде бы, этот человек дождался и избавился, или хотя бы временно пришел в ремиссию, неважно, из-за психотерапии, изменения своей жизни, или из-за приема антидепрессантов, в определенный момент этот человек начинает задумываться. А что-то как-то мне все неинтересно. А что-то вот раньше, до невроза, был смысл жизни? Какие-то стремления, достижения. А сейчас мне это неинтересно. Мне ничего не надо. Я не хочу развиваться. Я не хочу стремиться вверх по карьерной лестнице, заводить какие-то отношения и так далее. То есть мне это неинтересно. И он расстраивается. Почему? Потому что, ну, вроде бы, краски жизнью утратила. Как их вернуть? Что делать? И возникает апатия, подавленность. То есть первый звоночек депрессии. Именно поэтому вы можете заметить, что спутником тревоги всегда является депрессивное состояние. Почему оно возникает в этом случае? Ведь ты вроде бы избавился от проблемы. Ты пришел к тому, к чему стремился. Как вы думаете? Потому что смысл жизни уже утрачен. Понимаете? За долгое время войны, другого слова я не подберу, с тревожно-фобическим состоянием, человек видел в этом смысл. Только в этом. И за долгие годы нахождения в этом состоянии он другого смысла и не знает. И когда он его утратил, он в прямом смысле утратил смысл жизни. То есть человек со своими навыками, так называемого, да, борца за свое хорошее самочувствие остается просто без работы. И он не знает, как найти счастье в этой жизни, как научиться радоваться тем вещам, которые радовали его раньше. Почему? Потому что он просто не умеет это делать. И человек начинает задаваться вопросом, блин, а когда это придет? А будет ли вообще хорошо? И так далее. И это утопия. Почему? Потому что эти мысли только усугубляют его самочувствие. А ту функцию, которую он ждет, ее просто нужно развивать. А как ее развивать? Если развивать он ее не хочет, потому что нет никакой мотивации. И в этом случае вам придется делать то, что, возможно, вам нравилось, то, что может понравиться, предположительно. То есть, это тот случай, в котором аппетит приходит во время еды. Если вы находитесь в этой стадии выхода из тревожно-фобических состояний, вам просто необходимо делать элементарные вещи, которые вы раньше делали. Но по-новому. То есть, повышая осознанность. Относиться к тем вещам, которые, казалось бы, вроде бы обыденные, как к необычным. То есть, как будто бы вы живете заново. То есть, к примеру, на примере вот вождения автомобиля. Сейчас вы ведете свой автомобиль на автомате. То есть, вы управляете, думаете, общаетесь по телефону, курите сигарету, и при этом, я не знаю, там еще обсуждаете, кто вас там подрезал. Стало быть, вы делаете 10 дел одновременно, и при этом, и при этом даже не думаете о том, что вы ведете автомобиль. То есть, вы уже неосознанно его ведете, и поэтому вы не можете оценить, каково это делать это действие. То есть, вам на сегодняшнем этапе нужно научиться делать это заново, как если бы вы это делали впервые. То есть, проявить к этому интерес. Не знаю, хватая за дверную ручку, почувствовать ее температуру, какая она на ощупь тактильное ощущение, и вы посмотрите, что эти качества интереса ко всему окружающему начинают у вас просыпаться. Или вы общаетесь со своими близкими, с мужем или женой. У вас все на автомате. Вы даже не думаете порой, что говорите, или даже не отвечаете, потому что вам, в принципе, пофигу. И здесь нужно проявить интерес. Нужно осознанно проявить искренний интерес к окружающим вас людям. При этом, возможно, вам это будет не нравиться. Возможно, это будет чуждо для вас, потому что вам привычнее замкнуться и закрыться в себе. Но это просто необходимо, иначе вы просто не изменитесь. Вы будете просто поддерживать старый стереотип поведения, который вам абсолютно не помогает. И поэтому понимаете, что вам не нужно ждать вот это настроение, когда оно появится. Вам нужно создавать его самостоятельно. Но тогда человек упирается в некие житейские блага, материальные ценности. Мне для счастья что-то нужно. Странно, потому что вы тогда сводите смысл жизни, смысл жизни к обретению каких-то благ. Но мы к чему приходим? Что смысла жизни, какого-то определенно глобального для всех нету. Смысл жизни как раз в том, чтобы жить и жить качественно, то есть получать максимальное удовольствие от жизни. Это не значит идти в путь деструктива, наркотики, да, и так далее, там, аморальный образ жизни. Это изменит ваше качество жизни в худшую сторону. А мы говорим о качестве жизни, качестве восприятия этой жизни. Но тогда вы скажете, но у меня нет денег, я хочу вкусить качество этой жизни, но я не могу без денег сделать это. Я не могу получить удовольствие от ржавого автомобиля, на котором езжу, или не могу увидеть солнце, потому что я ни разу на юге-то не был, и у меня денег не будет, возможно, поехать туда. Да, поэтому ваш смысл будет в том, чтобы найти смысл, находясь здесь. То есть нужно поставить себя в такую позицию, в которой вы просто вынуждены будете найти смысл жизни в том, что вы сейчас делаете. Ведь если мы определяем, что нету глобального смысла жизни, а он заключается только лишь в том, чтобы получить от этой жизни максимальное удовольствие, значит, нужно сконцентрироваться на том, что вам доставляет удовольствие сейчас. А вы скажете, ну ничего не доставляет, но я скажу, что вы не ищете это удовольствие. То есть вы не пытаетесь, вы пьете свой кофе на автомате, вы кушаете еду, как утка, заглотнул и дальше побежал. Вы не пытаетесь это почувствовать, потому что вы все время в таком сумасшедшем ритме живете. Приостановитесь немножко, научитесь здесь и сейчас чувствовать эту жизнь, чувствовать общение с другими людьми. Ответьте себе следующее, мне для счастья не нужно ничего достигать, по большому счету. Я могу стремиться, я могу стремиться к деньгам, я могу стремиться к статусу, место в обществе и так далее, но это не есть смысл жизни. Смысл жизни, знаете, как определяется? Смысл жизни это отрезок вашего времени, сколько вам отведено, который вы должны максимально забить маленькими смыслами жизни. То есть смысл жизни это не что-то глобальное, это что-то, что вы делаете каждый день. Чистите зубы, одеваетесь, завтракаете, вы выходите на улицу, гуляете с собакой, встречаетесь с людьми, идете на работу. Это все и есть смысл жизни, просто вы должны к каждому из этих действий относиться осознанно. Понимаете? то есть не надо думать, что достигнут достигнут что-то, я поймаю тот смысл жизни и мне будет жить интересно. Посмотрите на всех, кто достиг, кто из них испытал счастье. Единицы. По большей части никто не счастлив, кто все время считает, что для счастья ему что-то нужно, потому что ты просто не умеешь быть счастливым. Что значит построить хороший дом и я буду счастлив. Как это вообще связано? Ты здесь сидишь или ты в отличном доме сидишь? В чем разница? Ты и есть ты. Просто стены у тебя другие будут? Тебя будут доставлять удовольствие, что у тебя большой дом? Да, временно. Потом ты увидишь в этом доме проблемы. И что, смысл жизни утрачен? Хорошо. Вы скажете в детях. Прекрасно. Дети выросли, убежали, занялись своей жизнью. Смысл жизни вашей закончился. Правда же? То есть вы утратили смысл жизни, потому что сделали ставку не на ту лошадку. Дети это свободные личности, а вы сделали смыслом своей жизни. Они может вырастут и знать вас не захотят. Но для вас это будет смысл жизни. Карьера. Работу всегда можно потерять. В связи с экономической обстановкой. Да и состоянию здоровья. Вы утратите возможность заниматься той деятельностью, которую любите. Смысл жизни закончился. Понимаете в чем дело? Поэтому когда вам для смысла жизни что-то нужно достичь, то есть вы смысл жизни к счастью приравняли, это утопия изначально. Потому что вы можете так и не достичь того, к чему стремитесь. Но сам путь достижения этой цели и есть смысл. Понимаете? То есть не обязательно чего-то достигать. Можно просто идти по этому пути. И если вы будете ехать по этому пути на автомобиле осознанно, вы будете чувствовать руль управления или там коробку передач, чувствовать, как вы нажимаете педали, смотреть на мир, на всех людей, которые ходят, на вас обращают внимание, в этой осознанности и есть смысл. Вы можете даже осознанно зубы чистить, и при этом вы в чистке зубов на этих две минуты будете уходить в какой-то транс, понимаете, вы будете обедать и при этом не болтать по телефону либо сидеть в социальных сетях, когда вы даже не понимаете, что вы сейчас съели и вообще с кем вы там общаетесь. Это все на автомате. Уберите телефон, постарайтесь почувствовать вкус еды, и вы посмотрите, может быть, вкус жизни почувствуете наконец-таки. Когда вы общаетесь, не сидите рядом в телефонах, общаетесь нормально, и вы посмотрите, что вы получите удовольствие от общения с другими людьми. Понимаете? Вот, а вы опять про деньги, опять про финансы, благо и так далее. Это все хорошо, когда есть. Это замечательно, к этому можно и может быть и нужно стремиться, но если вы делаете это смыслом жизни, это ловушка, потому что достигнув это, к сожалению, вы не будете счастливы. или если вы достигнете этого, смысл жизни у вас закончится, значит вам придется создавать заново. Создадите ли вы заново, если вы будете разочарованы сейчас? Понимаете? Вот, поэтому для взрослого, самодостаточного человека вопрос смысла в жизни вообще не стоит. Это какая-то детская тема. На самом деле смысл жизни в том, чтобы жить осознанно, получая от жизни максимальное удовольствие. Это удовольствие каждый интерпретирует по-своему. У кого-то удовольствие думать о других людях, но это тоже думание о себе, потому что мне доставляет удовольствие помогать другим людям. Почему нет? Здесь интересы мои и тех, кому ты будешь помогать совпадают. Для кого-то удовольствие заботится только о себе, о себе любимом. И здесь тоже нельзя критиковать, потому что это его смысл. Это его смысл жизни в данный период его времени. Может быть завтра его клеммонет, он будет помогать другим. И это будет тоже смыслом жизни, но чуть позже. Поэтому глобального смысла жизни нет. Есть много различных мелких смыслов, которые забивают весь ваш день и всю вашу жизнь. не приравнивайте свою жизнь к чему-то одному глобальному, потому что вы считаете, что на вас лежит бремя прожить жизнь сверхценного человека, и вы должны что-то создать или быть великим. Это ошибка. У вас обычная нормальная жизнь. и если вы отнесетесь к себе не как полубогу, а к обычному человеку, вы поймете, что данные там пару минут, пока вы смотрите этот видеоролик, у вас был смысл. Смысл в том, чтобы смотреть. Смысл в том, чтобы смотреть осознанно. Мой смысл сейчас, чтобы вам это донести. Сейчас я закончу и переключусь на другой смысл. И это тоже нормально. Нет ничего глобального, что вы должны сделать или не сделать. Поэтому успокойтесь. Смысл жизни кроется в каждой минуте, которую мы проживаем в настоящем времени. И поэтому я надеюсь, что некоторые из вас это поймут. Но в любом случае мое дело говорить. А ваше уже прислушиваться или нет. Бежать дальше в это колесо для белочки, либо подумать, переосмыслить и жить по-новому. Вы можете делать те же вещи, которые вы делаете сейчас, даже стремиться к тем же достижениям, но для того, чтобы просто к этому стремиться. В данную минуту я могу стремиться даже к деньгам, зарабатывая их, но при этом это не является смыслом моей жизни, то есть конечная цель, а смысл в том, чтобы сейчас это делать, и мне это доставляет удовольствие. Вы поймете, это когда у вас будет какое-то достижение, на которое вы сделаете ставку, и вы посмотрите, что в конечном счете у разбитого корыта, и значит нужно будет новое достижение, а потом новое, потом новое, вот, это ответ на вопрос. Достижений может быть много, это и есть смыслы жизни, он не один, их много, понимаете? Поэтому я надеюсь, что у вас все получится, смотрите мой канал, и до встречи в следующих видео, пока-пока. Пока-пока.